Своё первое выездное заседание нового сезона провели ветераны-члены Брестского городского клуба «Диалог». И началось оно с посещения агроусадьбы «Лесная заводь» и знакомства с её хозяином Петром Калиновским. Энтузиаст своего дела поделился с гостями секретами бизнеса, рассказал об его особенностях и о том, чего достиг за четыре года. В Брестском районе есть очень интересный опыт и очень интересные прекрасные люди. Вот как мы сегодня слушали Калиновского Павла Ивановича, он когда-то руководил здесь хозяйством, это пограничник был, колхоз. То есть вот такая я вижу уже, что людям интересно. Деятельность Петра Калиновского в сфере агротуризма – хороший пример того, что начинать своё дело можно в любом возрасте. Хозяин «Лесной заводи» сам пенсионер и считает, что люди пожилого возраста ещё многое могут. Главное было бы желание. Баня, птичник, элементы декора и мини-экспозиция старинных вещей – всё сделано своими руками. Активность – залог долголетия. Очень правильное направление. Я очень рад, что хоть они ветераны, но у них глаза горят, у них столько планов, у них столько энергии. И вот это общение, которое они каждый день или иногда собираются, продлевает жизнь, настраивает на позитивные дела, и это очень здорово. Не менее увлекательным получился визит в деревню Скоки. Экскурс в историю родного края продолжился в усадьбе Немцевичей. Ветераны открывали для себя неизвестные страницы жизни и быта. Ушедшие эпохи общались и делились мнениями. Каждое мероприятие для них – возможность почувствовать себя в гуще событий. Очень интересно проходят заседания клубов, и не только выездные. Вот мы были в Пружанах, были в Кобрине, были в Малорите, должны быть ещё в Малорите. Очень интересно, в основном познавательный характер. Стараемся работать так, чтобы наши пенсионеры не скучали, были задействованы в каких-то по возможности мероприятиях. Усадьба Немцевичей стала настоящей жемчужиной в программе посещения исторических мест Брестского района. Для членов клуба «Диалог» она носила познавательный характер. Для руководителей первичных ветеранских организаций – возможность придумать и организовать новые формы работы. Активная жизненная позиция – это продолжение жизни, это долголетие прежде всего. И, конечно, наши ветераны, они пропагандисты многие, они находятся среди молодёжи и ведут идейно-нравственную, патриотическую работу воспитательных среди молодёжи. Всё то, что они накопили в жизни, они передают и всё лучше нашей молодёжи. Ирина Ольшова, Денис Величкевич, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Бук-ТВ». Продолжение следует...